Всем привет! В прошлом видео мы с вами узнали, что такое MidJourney и как им пользоваться. Научились правильное качество настроить промпты и рассмотрели способы создания промптов для ленивых или начинающих пользователей. Рассмотрели, какие команды за что отвечают и как влияют на качество изображения. Какие стили промптов есть и много полезной информации относительно этой нейросети. В этом видео я покажу вам несколько сервисов, которые являются альтернативой MidJourney, имеют свою аудиторию и уже набирают обороты. Продолжение следует... Начнем с Creator NightKey Fee Studio. Creator NightKey Fee Studio обладает приятным и легким интерфейсом. Есть возможность как расширенных настроек, так и легкого создания промпта. Добавляем наш промпт и ожидаем результата. Наша картинка сгенерировалась. Как можем заметить, качество генерации не такое высокое, как у других сервисов. Но у этого ресурса есть бесплатная версия. Она хоть и несколько ограничена по функционалу, но все же в случае необходимости, возможно создать не слишком сложное изображение. PickFinder AI. Переходим по ссылке в описании к видео и видим главную страницу сайта. Нам не обязательно здесь регистрироваться, мы можем пользоваться им без аккаунта. Добавляем заготовленный промпт и нажимаем эту кнопку. PickFinder генерирует нам несколько изображений, из которых мы можем выбрать лучшие. Если листать вниз, то он будет генерировать все больше и больше, пока не сгенерируется такое, которое нам нужно. Это очень удобно. Как для бесплатного ресурса, PickFinder хорошо справляется со своей задачей. Изображение получается в нормальном качестве. Но чтобы в результате получить именно то, что вам нужно, нужно прописать более подробный промпт. Далее у нас MageSpace. У MageSpace есть как платные тарифы, так и возможность бесплатного использования. Видим, что есть настройки изображения, такие как модель генерации, соотношение сторон. Количество шагов генерирования. Чем больше шагов, тем качественнее будет картинка. Выбираем нужные нам настройки и добавляем подготовленный промпт. Нажимаем Enter. Изображение генерируется. Такой результат у нас получился. Нажав клавишу Rerun, мы можем генерировать другое изображение по этому промпту. Как видим, MageSpace делает не такое качественное изображение, как хотелось бы. Но хорошо понимает промпт. Есть возможность создавать нескончаемое количество изображений. Но если вы хотите сделать более качественное или детальное изображение, то нужно будет покупать подписку. А теперь переходим к другому ресурсу. Следующая альтернатива MageArny это лексика. Для начала авторизуемся через Google. Лексика генерирует нам несколько изображений на выбор. Видим, что качество картинки достаточно высокое. Выбираем ту, которая нам подходит. Лексика очень хорошо справляется со своей задачей. Но у нее есть ограниченное количество бесплатных генераций, а именно 100 штук. Качество сгенерированных изображений на достаточно высоком уровне. И последняя нейросеть, которую я вам покажу, это BlueVillow. Она максимально похожа на MageArny. И для ее использования нам понадобится Discord. Переходим по ссылке на BlueVillow в описании к видео. И нажимаем кнопку Join the Free Beta. Нас перекидывает в Discord. Присоединяемся к сообществу BlueVillow. Выбираем одну из комнат, руки. Она может быть под любым номером. В чате вписываем команду Imagine. Добавляем наш промпт и нажимаем Enter. Изображение генерируется. Видим, что сгенерировано 4 картинки. Выбираем ту, которая нам больше понравилась и наслаждаемся результатом. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, мы рассмотрели несколько альтернативных ресурсов для создания изображений искусственным интеллектом. И хотя большинством из них можно пользоваться бесплатно, каждая из них по-разному понимает промп, который вы написали. А соответственно и качество изображения в результате получается разным. Миджорни, в отличие от них, хоть и платный, но более подробно сгенерирует то, что вам нужно. Также обратите внимание, что описанные ресурсы для генерации изображения искусственным интеллектом, хотя и имеют бесплатную версию, все же полный функционал раскрывают только по подписке. То есть их бесплатные версии не в состоянии создать изображение уровня Миджорни, но для создания простых изображений их можно использовать. А на этом все. Надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Обязательно подпишитесь на канал Hetman Software и поставьте этому видео лайк. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok